относительно советских денег нет ну слушайте ну а все-таки какую-то программу левые же должны предлагать не просто же напротив против что-то они должны предлагать такое прагматическое или все-таки нет что-то можно прагматического предложить кроме денег на социальные всякие так сказать социальные программы и значит хорошей жизни в общем история ничего еще не придумала начиная с иисуса христа который в общем программно тоже был близок к такому протомарксизму новым левым нет я думаю что это да это нормальные качели просто сейчас они качаются чуть сильнее потому что старые левые действительно не удовлетворяют просто физиономически здесь выходит такой в той же самой англии бомбородатый пожилой седой человек с очень радикальной риторикой все остальные а в я как-то упустил тоже выходят как выходит да а кто джереми корбин стал новый левый борис кирилл да 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 это мир банд уже не удовлетворяется но вот знаете я общался с экономистами которые разрабатывали экономическую программу испанской партии под эмо с вот этой левой который возможно либо победит либо точно много наберет процентов на испанских выборах этой осенью но единственный позитив то есть там много риторики что вот но единственный позитив был большие общественные работы для борьбы с безработицей то есть дороги строить дороги строить а это пардон это рецепт гитлера 33 34 годов когда он поднимал немецкую экономику но общественные работы рабочие места скажи пожалуйста способны вот нас спрашивают как раз наши слушатели а способны как-то левые в европе решить проблему мигрантов на самом деле сразу скажу что никто покажет не может решить проблему мигрантов но левые же должны выступать за там сильно рабочие места до заниматься борьбой с безработицей мигранты это определенная угроза или нет вот как здесь левые себя проявляют с мигрантами уже не способны сделать непривлекательные страну для мигрантов леваями в результате реализации их программы тогда мигрант как мигранты же как то же саму греции право видит как промежуточный пункт да да в греции они не оседают греции к нам же бедная страна поэтому конечно стремятся в германию там или в англию здесь здесь как бы сложная развилка с одной стороны левые традиционно должны быть более интернационалисты поскольку правые всегда получается за протекционально протекционизма левые марксистский флор пролетарский интернационализм дружба народу но с другой стороны левые пусть на словах но должны бороться за социалку для граждан своей страны а мигранты понятно в первую очередь бьют это противоречившим слоям населения которые уже безработные или там работают на какой-то паденной оплате и здесь проблема но кстати говоря если уж на то пошло ощущение что и право радикальные настроения обостряются в европе именно в связи с притоком беженцев вот как это все происходит право радикальные настроения это насколько велика угроза или это все таки совсем небольшая часть людей с этими настроениями потому что многие странах странах очень велика в западной европе в южной европе восточной тем более мы видим пример с анализа тяжелый пример да это когда это нормально потому что это нормальная реакция бюргера или не бюргера любого человека на чужака мы это по своей стране знаем просто сейчас у нас в силу ряда обстоятельства мигрантов стало меньше и и вот так сказать вот эта волна такого ультра национализма она как-то немножко смягчилась да я думаю что и есть реальная там угроза прихода крайне правых партий во власть и я думаю что очень много будет проблем с самими мигрантами и столкновений таких так сказать физических это очень очень тяжелая проблема но я думаю что мы немножко не недооцениваем силу европейского союза на самом деле мы все ругаем да силу инерции хорошим но институциональная идея европы еще никуда не делался идея солидарности никуда не делась институты сильные я думаю что они в результате справятся но но времена тяжело безусловно и здесь как раз парадоксально но вот допустим во франции кто голосует за марин ли пен кто голосует за национальный фронт не только белые националисты да не только неофашисты но значительный процент электората марин ли пен как ни странно это арабы и это африканцы получившие французское гражданство уже осевшие да поскольку вот сейчас а сирийские беженцы они же не профессоров сорбонны и не банкиров будут вытеснять с рабочих места они будут вытеснять низшие трудовые места которые заняты предыдущим поколением мигрантов но которые уже получила французский или германский паспорт и соотечественники им не нужно и парадоксально они становятся цветные европейцы ну хорошим они становятся ректоральной базой ультраправых партий потому что они за свое уже начинают они считают себя ассимилированными они считают себя гражданами даже если не очень ассимилированными а эти новые приходят угрозы это понятная история качество а вот в связи с этим скажите мне пожалуйста а как если глянуть на перспективу то какое-то количество этих новых мигрантов получит гражданство станут голосовать да как-то у сложится жизни этих многих многих сотен тысяч людей скажите как вы думаете что в будущем как они будут голосовать и как повлияют на вот эти самые право-левое настроение я думаю что будут голосовать за сильного кто себя покажет сильным потому что от сильного зависит социальное обеспечение от сильного зависит бюджет и социальная программа они же не случайно это в общем простая теория гравитации люди люди значит едут туда где где им дают корма если если грубо говорить да они же в германию все хотят где все сильные социальные государства они хотят в швецию где возведена в государственную политику толерантность да хотя то в швеции тоже появляется сильная крайне правая партия ровно как реакция на вот это вот все и на самом деле действительно вот вы приезжаете там в университетский тихий городок упсало посмотреть на речку и на пейзажи которые знакомы там инкмару бергману да значит что вы что вы увидите вы видите африканцев увидите значит индусов бог знает кого значит как то а где швеция то возникает вопрос даже у так сказать толерантного человека поезжайте в апландию там холодно ну да но здесь я бы только дополнил что пожалуй франция здесь тоже пример поскольку именно во франции деятельность мигрантов да а начала как-то выражаться в политическом контексте то есть появились лидеры выходцы из арабских стран которые партии включают в свои электоральные списки которые занимают министерские места допустим рашида дати выходцы дама из арабскими корнями когда подтягивают да но но допустим в италии это не прижилось в одном из предыдущих кабинетов негритянку афроамериканку назначили министром там по интеграции но над ней посмеялись позубоскалили все итальянские газеты потом это правительство пала и как бы в следующем забыли да а во франции процесс уже приобрел некое самоподдерживающееся качество и к тому же франция по-моему единственная из европейских стран которая в своей внешней политике учитывает исламский фактор поскольку француз допустим француз позиция франции допустим по чечне да она была всегда нюансирована тем что во франции 20 процентов избирателей это мусульмане и соответственно уже никакой французский политик не может делать резких анти исламских шагов по той же чечне или там по тому же козову и так дальше то есть здесь немного небольшой тренд в отношении расширения представительства для арабских и в меньшей степени черных мигрантов есть но пока это только начальный этап всяко-то очень страшилки про мечеть парижской богоматери это пока еще очень дальняя перспектива но перспектива но перспектива послушайте а вот интересно многие спрашивают а собственно говоря почему европа ну не знаю там жестко не перекроет границы и продолжает принимать и решать и размещать и и как-то и даже приветствовать потому что до сих пор большинство населения так или иначе все равно относится очень толерантно к пребывающим людям почему европа вот таким образом кстати в этом смысле плохо ведут себя как раз станы бывшего нашего соцлагеря которые очень нетолерантно себя проявляют а почему вот европа так это вот те самые ругаемые либеральные ценности ответственность абсолютно вы будете смеяться да это демократические европейские западные либеральные ценности в том числе солидарность хоть она и не индивидуалистическая ценность но она европейская ценность на этом стоит на этом стоит запад который мы так ругаем заметьте когда значит спросили у наших начальников примем примем ли мы беженцев из сирии песков сказал что в общем как то вот в качестве какой-то там транзитной страны пожалуйста так вот к нам зачем нам это надо мы ведем себя как европа которая восточная еще восточнее восточной европы да вот но и кстати говоря уже мы не столь привлекательны для мигрантов даже из центральной азии и уже говорят о том что белоруссия становится перевалочным пунктом на запад в литву и в польшу для значит чеченцев допустим безработных для кого-то еще для центр или выходцев из центральной азии которые проезжают мимо россии через белоруссию через специальные пункты попытаются за деньги там как-то попасть в европу хотя бы восточную да хотя бы в страны бывшего советского союза знаете как стишок дмитрий александрович пригого покойного шостакович наш максим убежал в страну германию но скажите что заманил убегать не к нам а к ним мы не привлекательны там более привлекательной жизнь я знаете вдруг подумал что если бы у нас например провести какой-нибудь опрос и спросить как мы относимся к тому что например из той самой сирии который вроде мы как сочувствуем да и чуть ли не наши там базы обнаруживают уже с воздуха вот как мы отнесемся к тому чтобы принять там хотя бы несколько тысяч беженцев из этой страны я больше уверена что отнеслись бы плохо да поскольку в обществе доминируют ксенофобские настроения мы это видим и по нашим центрально азиатским мигрантам хотя с другой стороны действительно тоже факт что россия вышла на второе место после сша как страна по прием мигрантов штатах где-то 40 45 миллионов у нас говорят 10 12 миллионов да то есть за какой период ну я так понял что по совокупности 91 наверно если про нас говорить ну точнее даже не с 91 поскольку все-таки давайте вспомним ельцинские времена тогда миграционный контроль был жестче и тогда так трудовой рынок москвы не был открыт ну то есть это уже после ельцинска сознательная политика тоже надо называть прямо да то есть мы тоже принимаем и много но относимся к этому не так толерантно как и европе хорошо я думаю извините что гражданское общество все-таки то гражданское общество которое активно оно бы нормально бы отнеслось но гражданское общество дали бы западный грант он его бы объявили иностранным агентом и никаких сирийцев не приняли конечно государство и вот вот это крымское большинство но естественно против и плюс ведь нет инфраструктуры таджики киргизы несчастные они уйтятся по подвалам и чердакам да а для сирийцев нужен цивилизованная система по приему мигрантов то есть нужны какие-то центры нужны какие-то общежития нужны какие-то приличные столовые нужно нужно распределение социалки отчасти это чуть-чуть сработало после донбасса ну совсем чуть-чуть и совсем в другой этнической другом этническом контексте куда делись эти донбасс беженцы тоже чужими чужими данных распихали по всем регионам до вплоть до владивостока по общагам и забыли про них а если будущее у левой идеи в европе спрашивает дмитрий мезенцев но мы говорили про то что всегда когда есть недовольство протест всегда будет левое настроение тут уж никуда не денешься поскольку всегда есть в жизни чего-нибудь что раздражает то разумеется это никуда не денется да это институциональные качели в любой стране там возьмите польшу да были левые стали правые а потом есть еще и как бы крайне правые да которые сейчас в власти то есть здесь выбор богатый но все равно качели вернутся рано или поздно а привела ли левая леволиберальная политика мультикультурализма к такому притоку беженцев нет я так полагаю но во первых мультикультурализм это не левая политика нет здесь как раз она хотя ее хаяли сами европейские лидеры в последние годы говорили что провалился мультикультурализм но сейчас мы видим что он был эффективен потому как принимают этих беженцев потому что то по крайней мере пусть внешне но радушие с которым пытаются немцы и другие страны принять беженцев а это как раз следствие культуры мультикультурализма если это автология уместно да это уже воспитание это уже работа школы в соответствующем отношении и здесь мультикультурализм оказался вполне эффективным в эти критические дни послушайте а экономически европа заинтересована вот в притоке такого количества той самой молодой и энергичной рабочей силе силы или это уже избыточно и на экономику повлияет скорее плохо я думаю в разных странах во первых по-разному во вторых ну где-то наверное все таки избыточное где-то это уже бремя социальное да где-то в общем рабочих рук не хватает на идет же второй процесс да первый процесс который переживает вот этот самый цивилизованный мир это велико переселение народов номер два как некоторые демографы называют то есть это объективный процесс вот это то что вся африка ринулась на конечно есть ситуативные причины но едут и едут в последние годы ему массово и а а и и